ребят всем привет вот решили пойти на рыбалку зеря парика вот на речку дон обмелел у нас наконец-то так сильно было вот только верхние вот эти кусты были видны вот-вот на боковой киеву пойдемте с половыми значит поймаем на парика мормышек большая 9 метров глубина изменилась но есть рыба смотрите онлайн трансляция хороший окунек вот он неплохой грамм грамм 70 такой оператор не помогает такой неплохой взял сразу и что значит хищник сразу голодный как делают все рыбаки но я не рыбак блогеры делают ему хребет вот такой приятный он даже не хочет он примет что ему и не нужно это мелкая рыбка всем приятно клюнул новая трансляция говорят это очень очень интересно обычно клюет это мелочевка латвичка попался окунек маленький конечно не хотелось выбрать но я возьму кошки моя кошка растит мамбутку и надо есть кормить мамбутку молоком так что возьму маленький и отпустим привет с вами димас оператор там антон где-то спрятался сегодня у нас небольшой эксперимент очередной решили тоже заморочиться и сделать видео такое как мы делаем таранку солим и вывешиваем сушим и храним в итоге вот и как бы у нас была половодная река короче обловились рыбы рыбы много плотва установ было вот но видео уже как бы решили снять попозже когда вся вода спала в рынке льет но не так активно и вот но немножко половили сегодня нас какая чем очередной раз нас рыбалки угнал и с любого видео дождик так что немножко поймали чуть-чуть ловили как бы для засолки хватит и пожарить даже хоть низко подлещиков поймали платвички ну так щучка естественно попался неожиданно мормышку как бы ну вот такие вот щучки они клюют иногда попадается на мормышку вот и решили его засолить показать вам как я солю как мы солим нашу воблу таранку местную как раз наловили плотвы самый лучший плотва на у нас считается на самой жирной именно для засолки вот лещей крупных мы естественно будем жарить солить не очень конечно можно засолить но мы не будем солить пожарим их всеми ругать я солю всегда мало много соли не добавляю чуть-чуть на дно вот естественно одно выкладывать самую крупную рыбу стараться и самую такую неудобную это получается на щучка вот это кошки пойдет это плотва хорошие плотвички такие засолки со мной вообще ништяк вот и немножко сверху тоже присаливаем две горсти буквально кто-то очень много соли прям чуть ли не пачку килограммовую на эту всю рыбу все раз по-разному ссорят и второй слой тоже укладываю небольшой слой и еще присаливаю я вот видеть солю немного рыбы возьмет сколько и надо конечно она будет если будет стоять неделю она будет все просолиться у нас стоит два дня двое суток сверху немножко посолили сильно не засыпайте и опять выкладывают подуш попался же решок маленький жерех много так что вы не особо отпускаем их на вобла вообще отлично вот это кошки пойдет нас три штучки и тоже сверху присыпаю все рыба у нас как бы засоли поставили засолку накроем сверху крышкой любой самый ненужный и сверху поставим какой-нибудь груз но обычно это все в подвале стоит там много банок разных трех литровых любых там с любым наполнительным огурцы помидоры томат вот и стоит так все это двое суток в подвале там температура у нас это плюс там пять шесть максимум вот двое суток можно больше но чуть-чуть и промыть надо и так я потом промываясь равно три раза в воде и смывается все вешаешь и сохнет на улице сейчас уже как бы мух появилась на улице лучше не вешать но отдать естественниками на открытом воздухе несколько минут и все и вывесить на чердак там 30 температуры тепло и все в течение скрип не высыхает а если вы солите зимой или осенью или там ранней весной мухи нет уже можно на улице сушить спокойно главное повыше от котов повесить и чтобы следить чтобы осы не съели осы любят тоже рыбу плане съедают ее просто буквально глазах выгрызает способ показали еще и пойдем жарить вот и сейчас поднимаемся на чердак покажу наш нашу сушку еще и покормить кота кошку нашу она там спряталась котятами наверно кормит своих котят иди сюда беритесь вот на вышло полу дикие кошки и они тут как бы ничьи тут и все подкармливают и все потом радуются и у кого они котят оставляют не знаете с ними делать вот ребята короче зашли на чердак вот и решили показать как сохнет наш таранка будущее сейчас мы солили а это вот это уже вот несколько дней назад мы ловили и сушили вот было реально много плотвы и ты все поймали на боковой кивок на мормышку и вот и как бы хорошо клевал и час вода спала и как бы так клев такой у рыбы прекратился и вот она уже такая она реально вот почти готовая помельче которые уже они просохли они жирненькие такие хорошие получается так что вот это буквально за меньше недели получилось поймать и мы ловили отличную заготовку сделали на будущее какой-то вот период времени с пивком отлично можно будет попить потом посидеть в бане с друзьями это лучше всего донская рыба очень вкусно и это вот где-то сохло дня четыре наверное сейчас погода не очень такая теплая но уже вот она такая почти готовая ну где-то дня четыре сохнет это вот пять максимум вся рыба если экземпляры побольше они еще не высохли не высохли это еще там ловили конце мая где-то большие головли но они почти готовы что же досохли вот а это все в течение вот какого-то там низких дней пойманы рыба можно сказать жил там на реке чтобы наловить это все вот так что так она сушится помещение закрыты должно быть чтобы мух не было и не какого-то доступа вентиляция тут есть естественно тут все дышится обычный чердак и так что переходим будем вам показывать способ наше хранение наши таранки в обла и будем пробовать во вкус что у нас получилось вот короче одного мы еще зажарили уже решили вам показать именно как жарили не засняли отвлеклись а именно вот уже есть готовый пожаренный лещ так что в следующий раз вам обязательно покажем способ жарки обычный способ добрались до нашего места вам делать час это вакуумную нашу упаковку закрыть закрывать банку под вакуум он банку приготовили мы не стали брать закручивающим просто металлу взяли вот так что сейчас будем наполнять нашу банку рыбы под крупных брать не будем они там не влезут сюда естественно возьмем помельче чтобы показать все для вашего удобства вот набиваем можно плотнее можно там еще можно так на день рождения такой маночку подарить мы плотно не будем ее набивать чтобы показать вам весь процесс вот мы взяли шпон обычный деревянный шпон красное дерево тут еще бук не знаю вот все многие делают с этого со свечкой но мы не делаем со свечкой как бы геморрами все делаем с нормально с деревяшкой вот просто поджигаем кидаем туда наш шпон он горит и закрываем вот огонь потух как бы вакуум появился там остался запах этот горелый вот ну ничего страшного сейчас уйдет и вот таким способом можно хранить несколько месяцев рыбе вот решили попробовать нашу рыбу ведь кишки я не чище никогда но они с ними очень жирные получается вкусно обязательно смотрим нет ли у нас там жучков все чисто ну вот ребята очистили нашу облачку прозрачная а бы отличный аромат мягенькая жирненькая все руки как бы не течет мелкая плотничка из-за этого очищается легко хорошо очень вкусная оператор слюной исходит вот так что делайте таким способом рыбу получается прозрачная мелкая но как раз сохнет вот 70 грамм 100 грамм плотно очень быстро и вкусно и получается и когда она свежего обалденно в этом способе засолки она получается именно не соленая но и смотрите нет никаких белых белых вес до соли она просто рыба и нету не такого когда засолок много соли она сверху выступает и все и же она прозрачным вкусно спим вообще обалденно просто кайф пробуйте удивлять своих друзей потом быть угощать можно подарить сколько раз видел когда люди дарили баночки или там букеты из вобла и ресторанки ведь заморачивается очень удивляет кто любит тем более такие вещи так что всем приятного аппетита пробуйте готовьте с вами буги масс оператор антон с вас лайк пока пока